Всем привет, дядя Тюра дают прогноз на матч второго тура серии А Рома Ювентус. Очные матчи. В 10 последних очных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и 6 раз на тотал меньше. Небольшое преимущество на стороне Ювы. 5 побед против 3 у Ромы. Как видим, Рома в домашних матчах достаточно эффективно играет против старой сеньоры. Команды в последнее время чуть чаще играют низовые матчи между собой. Статистика команд. Рома в последних 10 своих матчах 8 раз играл на обе забьют да и 8 раз на тотал больше. Рома не проигрывает в последних 5 домашних матчах. Ювы в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют да и 8 раз на тотал больше. Ювы выиграл 3 своих последних матча. Как видим, обе команды последние свои матчи играют крайне результативно, а Ювентус проиграл 3 матча из последних 10. Руководство Ромы в игре с Вероной учудило по полной. заявив на матч Амаду Диавара, который не заявлен на чемпионат по взрослому списку. В итоге, хоть матч и закончился со счетом 0-0, но Риблианам присудили техническое поражение 0-3. Сама же игра прошла очень интересно. Соперники обстреляли все штанги и перекладины, но голову так и не забили. Особенно запомнился удар Демарко, после которого мяч угодил сначала в перекладину в ворот Миранте, потом в штангу, но все же выскочил в поле. Ювентус начал сезон с уверенной домашней победой над Сандорией. Гости только один раз за весь матч попали в стур ворот Фабьянский, но это был очень опасный удар. Братарь смог чутом остановить мяч на ленточке своих ворот. В итоге крупная и логичная победа Ювы 3-0. В последнем туре предыдущего сезона Рома выиграла в Турине 3-1. Хоть этот матч и не имел значения для обеих команд, но все же факт остается фактом. Последние три очные игры этих команд закончились на тотал больше. Никогда в новейшей истории Рома с Ювы между собой не играли на тотал больше более трех матчей подряд. Статистика последних трех сезонов говорит о том, что Ювы на выезде 55% своих матчей играют на тотал больше и обе забьют да. У Ромы домашние показатели еще весомее 68% на тотал больше и 65% на обе забьют да. Как видим, если не брать во внимание статистику очных встреч, все говорит в пользу результативной игры. Первую игру Бьянка Нерри отыграли вполне прилично. Рома тоже было в порядке, но мяч упорно не лез в ворота Вероны. Если идти за течением, то игра должна бы закончиться победой гостей в результативном матче, в котором будут забивать обе команды. Из связки ставок тотал больше и обе забьют да победа второй команды, самый высокий коэффициент стоит на победу Ювы 2.12. На тотал больше 1.82, но обе забьют да 1.64. Рома достаточно серьезный соперник. Это будет первое серьезное испытание для Пирла. Фонсека гораздо более опытный тренер и в этом плане у хозяев будет преимущество. Поэтому ставка на победу гостей достаточно скользкая. На 1х Буки дают 1.86 и это хорошая альтернатива. Юва не играл в ничью последние 9 матчей. В принципе, хороший случай, чтобы ликвидировать этот пробел. Ставка на тотал больше и вроде бы сама просится на карандаш. Но в очных поединках команды чаще играют серийно и сейчас на тотал больше идет серия из трех матчей. Как уже было сказано, это длинная серия, которая ранее никогда не продлевалась до четырех матчей. Поэтому ставка на тотал больше не менее скользкая, чем на победу гостей. Рома практически всю концовку минувшего сезона отыграла на тотал больше. Возможно, теперь Римляне немного поумерят свой пыл. А вот вариант с обе забьют да смотрится достаточно надежно. Эта ставка включает счет 1-1, который очень вероятен на этот матч. Последний раз с таким счетом соперники играли 7 матчей назад. Достаточно длинный промежуток. У обеих команд достаточно сильная линия атаки. Ювентус не пропускал в последних двух матчах, поэтому вероятность того, что гости пропустят, достаточно велика. Дядь Юра считает, что самым реальным вариантом на эту игру будет ставка обе забьют да за 1.64. Пусть коэффициент не очень велик, но зато ставка имеет все объективные предпосылки для захода. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизмной удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...